День добрый, с вами Смирнова Ирина. Сегодня мы создаем страницу на Facebook. Итак, как начать создавать страницу, я написала в статье. А сейчас мы с вами будем работать только по редактированию страницы. Итак, заходим вот сюда, редактировать страницу, и кликаем на обновить информацию. Вот для того, чтобы обновить информацию, нам нужно с вами заполнить вот эти вот поля. Я вам рекомендую, для того, чтобы заполнить эти поля, нужно сначала создать, обдумать очень четко и хорошо, что вы, собственно говоря, хотите предлагать на этой странице. То есть вот у меня эта страничка будет создана для курса, для бесплатного курса по созданию блога своими руками с нуля. Вот я дала имя этой страничке, я дала начало, когда эта страничка была создана. Вот здесь можно поставить год, можно месяц, можно поставить число. И вот здесь можно выбрать вариант начала. То есть в самом начале вашей странички, а страничка будет точно так же работать, как и обычный блок. То есть у нас тоже будет прокручивающая страница, на которой будет отображаться наши записи. Более старые записи будут уходить вниз, а новые оставляться наверху. Вот самая первая запись на этом блоге будет выделена вот таким образом. То есть вы можете показать, что ваша страничка создана в 2012 году в ноябре 21 числа. Вот я вот так и выбрал, здесь создана. Если вы будете писать о себе как о человеке, ну мало ли какую страницу вы будете создавать, значит тогда вы можете выбрать дату рождения этого человека. Или, например, у вас запущен какой-то проект, вы можете написать запущено такого-то числа и указать это число. Я написала создана. Здесь обычно заполняется та информация по реальному вашему адресу, городу, почтовому индексу, то есть по реальному месту жительства или по реальному месту вашего офиса. То есть для чего? Для того, чтобы эта информация отображалась, и тогда люди могли вам писать письма или делать конкретные реальные заказы. Здесь мы с вами вот в этом, в этих полях и должны очень хорошо расписать всю информацию о себе и о компании. Мы должны помнить следующее, что о нас, наша страничка создана для каких-либо действий. То есть или вы собираетесь эту страничку рассказывать, как вы будете создавать какой-то продукт, или вы будете здесь рассказывать о том, как вы будете его продавать, или вы будете его предлагать. То есть в зависимости от той цели, так вы и будете заполнять вот эти вот поля. Вы можете, в принципе, создать страничку еще в самом начале разработки вашего инфопродукта и давать здесь информацию какую. То есть я такая-то, такая-то готовлю к созданию вот такой-то инфопродукт. И вы начинаете рассказывать, что это будет за инфопродукт и когда вы его создадите. То есть вы начинаете подготавливать собственную аудиторию. Это тоже достаточно такой распространенный и, будем говорить, полезный, полезная возможность по продвижению вашего продукта. Но здесь, если у вас эта компания, значит вы пишете здесь о своей компании. Здесь вы можете описать весь свой продукт от начала до конца. Здесь вы можете указать свою цель. То есть в том плане, что если у вас какая-то цель стоит перед вами, например, или что-то продвинуть, или там о себе рассказать, или чему-то научиться. То есть в зависимости от того, что это за страничка, вы здесь пишете эту. И эти поля просто опубликуются у вас на вашей странице. Здесь я дала свой телефон контактный, электронную почту и свой сайт. Вот здесь обратите внимание на то, что вы можете, собственно говоря, записать не просто свой сайт. Можете, если вы создали одностраничник по этому продукту, вы можете написать здесь одностраничник. Но мы с вами, собственно говоря, будем продвигать не только эту страничку, но и посредством этой странички будем продвигать блок. У нас центром нашего продвижения, как продукта, так и нашего бренда, является наш блок. Поэтому здесь желательно записать, естественно, адрес. Не забудьте сохранить изменения. Хотела показать вот такую вкладочку управления правами доступности. Здесь есть такая возможность, первое, удалить вообще страницу. Почему? Потому что, ну, вы что-то сделали, она вам не понравилась. Значит, тогда вы ставите вот здесь вот в чекбоксе галочку, спускаетесь вот сюда вниз, и вот здесь у нас есть такая активная ссылка. Навсегда удалить блок своими руками с нуля. Вот название страницы у меня «Блок своими руками с нуля». Значит, навсегда удалить блок своими руками с нуля. Кликаете сюда, у вас выйдет иконка, действительно ли вы собираетесь удалять. Соглашайтесь, и тогда у вас будет полностью удалена эта информация. Дальше. Возможно, вы хотите ограничить показ каких-либо стран. Значит, здесь указываете эту страну. Или наоборот. Тогда вы указываете страны и вставите в чекбоксике показать эту страну только в этих странах. Возрастные ограничения, естественно, 13+. Ясно и понятно, что ничего криминального вы здесь писать не будете. Возможности публикации. Вот здесь надо нам поставить обязательно чекбоксик, потому что все могут делать публикации в «Фронике блог своими руками с нуля». Или вы будете запрещать это. Вы это уже решаете сами. Но я решила, что пусть лучшие люди отклики какие-то пишут о том, что происходит на моей страничке. Здесь тоже разрешено все на странице. Разрешение меток тоже. Показать кнопку сообщения на блог своими руками с нуля и так далее. Но вот тут вот я поставила еще одну кнопочку. Позволить мне контролировать настойку конфиденциальности новых публикаций на моей странице. То есть здесь будет дана информация. Если кто-то чего-то опубликовал, вы имеете право эту публикацию. Если она вам не понравится, удалить. Здесь вы можете составить черный список слов, которые вам не понравятся. Черный список фраз. Черный список ненормативной лексики и так далее. То есть вот эти вот поля, если вы заполните, то тогда при напечатании этих слов эта публикация не будет разрешена. Не забудьте сохранить изменения. Дальше на сегодняшний день я хотела вам показать следующее. Так как декларировала как урок, поэтому я позволю себе дать такое небольшое задание вам в конце. Я бы хотела, чтобы вы заготовили, подготовили свою страницу, продумали, как вы ее будете оформлять. Продумали, каким образом вы будете заполнять вот эти вот поля, которые я показала. Я бы хотела, чтобы вы еще посмотрели вот эту вкладку помощи и очень хорошо ее изучили. Потому что вот эта вкладочка дает вам всю информацию о создании вашей странички. Вот если мы сейчас на нее сюда выйдем, вы посмотрите. Здесь буквально от начала до последних всех даже жалоб и форум сообщества вы здесь найдете всю информацию. Что я еще хотела здесь вам на сегодняшний день показать. Это фотография профиля. Значит, загрузить фотографию профиля очень просто. Вот посмотрите, я сейчас зайду вот сюда просмотреть страницу, как она будет выглядеть после того, как я все эти вопросы решила. Как видите, я вот здесь, так как у меня блок с нуля, то я решила нарисовать вот такой вот мы создаем сами, затачиваем карандаши. Вот такой точилочкой вот с поломанной карандашей, делаем их красивыми и растем вверх. И все это идет на платформе WordPress. Значит, как загружается картинка? Загружается картинка очень просто. Вот здесь кликаете загрузить обложку или изменить обложку. Предварительно подготавливаете эту картинку, ищите ее в Яндекс.Картинках или в Гугл.Картинках. Берете большую картинку. Если вам нужна какая-то часть этой большой картинки, то есть вы выходите обычно на обои и нужно выходить, то вы выделяете эту часть скриншотом, оставляете ее, запоминаете ее в загрузках, и потом выходите в загрузки и сюда вставляете. Вот эта картинка, ее нужно очень и очень тщательно продумать, потому что вот эта картинка, это фотография вашего профиля, так сказать. Вы можете сюда поставить свою фотографию. Но я решила, что так как у меня будет блок создаваться на WordPress, то все мои, вся моя информация, все созданные мероприятия, которые будем мы с вами позже создавать, они все пойдут вот под вот этой вот картинкой. Поэтому вы очень тщательно продумайте, что это за картинка, как она будет выглядеть, и правильно ли она будет соответствовать той тематике вашей странички, которую вы собираетесь создавать. Ну вот, пожалуй, на сегодня и все. Значит, остальные вопросы, такие вопросы, как приглашение людей, объединение Facebook с другими приложениями, приглашение людей через ресурсы, приглашение людей внутри Facebook, это мы с вами будем общаться в следующем нашем уроке. А сейчас пока все. Всего доброго. До следующих занятий, до следующего урока. С вами была Смирнова Ирина.